Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзада и Шенбекова. Сотрудники МЧС получили ключи от новых квартир. Поздравить новоселов сегодня приехал Алмазбек Атамбаев. Всего в новое жилье сегодня въехали 162 семьи сотрудников различных спасательных подразделений. Выступая перед собравшимися, глава государства порекомендовал кыргызстанцам задуматься о безопасности жилья и напомнил про закон о страховании. Кроме того, в своей речи президент призвал граждан страны выбрать достойного претендента на посту главы государства и не продавать голоса. Подробности в нашем следующем сюжете. Будущие владельцы этих квартир заселения ждали уже много лет. В МЧС стало уже традицией каждый год в конце июня или начале июля вручать ключи от жилья своим сотрудникам. В этом году в новые дома въедут 162 семьи сотрудников МЧС. Один из тех, кто сегодня получил ключи – Бактебек Арземаматов. Долгие годы он работает в противопожарной службе. Однако ездить на работу приходилось за десятки километров. Я противопожарной службе служу уже 18 лет. То есть 20 календарных у меня уже есть. Воспитываю сына и дочь, семейный. Да, я доволен, что наконец-то дождался. Мне выделили двухкомнатную квартиру. Я каждый день приезжал с Сукулука в течение 20 лет. Каждый день приезжал с Сукулука. Поздравить спасателей с новосельем приехал и президент страны. Алмазбек Атамбаев призвал кыргызстанцев не забывать о необходимости страховать жилье. Климат в стране меняется, и это прибавляет работы спасателям. В этой связи президент порекомендовал гражданам страны всерьез задуматься о будущем и не надеяться только на Бога. В республике участились чрезвычайные ситуации. Мы запустили программу государственного страхования жилья. В сельской местности это стоит 50 сомов в месяц. Пачка сигарет или бутылка водки стоит дороже. На них граждане всегда деньги найдут. Застрахуйте жилье, и потом не придется переживать, где взять деньги на восстановление разрушенного дома. В Америке постоянно ураганы, но люди не переживают, потому что знают, что их дома застрахованы. Задуматься о будущем президент порекомендовал и во время выборов главы государства. Алмазбек Атамбаев отметил, что за 6 лет в стране многое изменилось. Изменилась не только страна, поменялись люди и их взгляды. Глава государства поблагодарил кыргызстанцев за поддержку и доверие. Через 3 месяца вы выберете нового президента. Было бы хорошо, если бы мы выбрали человека, который не отступит от этого пути. В прошлом декабре мы конституцию поменяли. Теперь у нас назад дороги нет. Как прежде, уже не будет. Но вы знаете, у нас есть некоторые политики, которые стараются разделить народ. И народ должен знать, мы кыргызы в этом регионе особенный народ. У нас тысячелетняя история, и мы этого не должны забывать. И через много лет Бог опять дает нам возможность. Конечно, сегодня перед нами не стоит задача восстановить былой Каганат. Но нужно сделать наш Кыргызстан процветающим. Глава государства напомнил, стране необходимо рассчитывать только на собственные силы. За последние годы в Кыргызстан привлечено более 3 миллиардов долларов инвестиций. И немалая часть средств еще поступит в бюджет. Но продолжаться так вечно просто не может. Поэтому, по словам Алмазбека Атамбаева, Кыргызстану пора научиться кормить себя самостоятельно. Игорь Потанин, Мараз Бакешев, НТС. На остановке остановите, пожалуйста. Эту фразу водитель микроавтобуса, следующего по маршруту номер 169, воспринял буквально. Маршрутка воткнулась в остановочное ограждение по улице Анкара в микрорайоне Караджигач. После чего водитель транспортного средства сбежал. Информацию об этом подтвердили в столичном управлении патрульной милиции. Сообщение о ДТП поступило в 17.45. К счастью, не пострадали ни пассажиры, ни люди, ожидавшие транспортной остановки. По предварительным данным, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, рассказал собеседник. Получили по заслугам милиционеры, вымогавшие деньги у иностранных спортсменов, прибывших для участия в чемпионате по снукеру. Материал о возмутительном поведении служителей органов правопорядка на днях был показан в эфире нашего телеканала. Выяснилось, что едва прибывшие в страну гости были оштрафованы за якобы курение в неположенном месте. Милиционеры потребовали у них от нескольких сотен до нескольких тысяч сомов. Об инциденте рассказали сами пострадавшие. Их оказалось как минимум трое. Свои негодования выразили и организаторы указанного чемпионата, отметив, что такое поведение милиционеров порощет имя страны перед международным сообществом. После того, как ситуация была предана огласке, МВД провело собственное расследование. И в итоге ряд сотрудников отделения внутренних дел на воздушном транспорте наказаны в дисциплинарном порядке. А двоих понизили по службе. Руководству объявили выговор. За пять месяцев около ста жалоб на пытки. И все со стороны сотрудников силовых структур. Такие данные озвучили в Национальном центре по предупреждению пыток. 86% жалоб поступили на сотрудников Министерства внутренних дел, 7% на сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, 3% на сотрудников Государственной службы исполнения наказаний. Кроме того, немало жалоб поступает на плохую работу государственных адвокатов. Очередной выпускной в Аше с размахом. Да так, что по традиции выпускники оказались в руках милиционеров. 5 470-х Лексусов арендовала молодежь с целью покататься с пафосом по городу и устроить фотосессию. Однако рейд милиционеров испортил все веселье. Как выяснилось, организовать такую прогулочную часть решили ученики средней школы имени Макаренко, после чего планировали отправиться на торжественное мероприятие по случаю окончания школы в ресторан. Сотрудники милиции связались с руководством школы, которая пояснила, что сегодняшний инцидент к ним уже не имеет никакого отношения, так как аттестаты ученикам были вручены еще 25 июня. В итоге нарушители передали родителям. Несколько дней назад автомобильная прогулка Ожских выпускников закончилась аварией. Трое ребят на арендованном Геленвагене вылетели с дороги. 17-летний водитель до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Альмазбек Атамбаев По словам президента, эти люди в белых халатах совершают порой невозможное ради спасения и сохранения главной ценности на земле – человеческой жизни. Кроме знаний, в чем нужно постоянно самосовершенствоваться, медики обладают особым чутьем, интуицией и преданностью профессии. Президент отметил, что кроме ремонта существующих больниц и ФАПов, сегодня идет работа по строительству новых. Охрана здоровья матери и ребенка, улучшение онкологической помощи населению стало одним из приоритетных направлений сферы здравоохранения на ближайшие годы. В конце своего поздравления Альмазбек Атамбаев выразил благодарность всем медицинским работникам за их самоотверженные и бесценные труды. Высшая аттестационная комиссия отмечает свое 25-летие. По этому поводу в стенах учреждения прошла научная конференция, участие в которой приняли представители правительства, а также сотрудники различных министерств и ведомств. Они поздравили всех научных работников с этим праздником. За время существования аттестационной комиссии через нее прошли более 5000 кандидатов и докторов наук. Их регистрируют в специально созданной книге. В честь 25-летнего юбилея планируется издать второй том книги «Наука Кыргызской республики в лицах». Туда будут внесены доктора наук, ранее не вошедшие в первый том, который, отмечу, был создан в 2004 году. На праздничном мероприятии диплом доктора медицинских наук был вручен первой меди страны Раисе Атамбаевой. Мне хотелось бы сказать, что наука очень развивается у нас. Но, тем не менее, если вот мы видели из фильма, она все равно еще низка по сравнению с другими странами. И мне хочется, чтобы, конечно, и со стороны правительства, со стороны президента, аппарата президента, все же какая-то работа по стимулированию научных исследований разрабатывалась. Основная, конечно, работа ВАКа – это реформирование научного потенциала страны. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.